МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошло уже несколько игр в нашем Блеф-клубе, но еще ни разу победителем не становилась представительница прекрасного пола. Сегодня за игровым столом Ольга Яковлева. Андрей Лобанов. Артем Миллер. У меня большая просьба, игроки, давайте вы тоже будете друг другу аплодировать. Ольга Ширякова. Семен Ешурин. Мария Жукова. АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений Сахаров. АПЛОДИСМЕНТЫ И Марина Ботова. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, разминка под названием «Веселые картинки» – это значит, что мы сейчас будем соревноваться, играть до полуфинала по картинам. Я смотрю на эту картину. Очень многие художники любили рисовать смешных животных. Здесь самое, что ни на есть смешное. Это какое мы, Ольга, животное? – Самое смешное, как вы считаете? – Обезьянка. Обезьянка – нет, здесь ослик. Что вы скажете Андрею? Здесь есть звезда. Вот звезда у осла есть. Во лбу. А я не знаю, во лбу, может, на груди. Ну, я посмотрю. Ну, так скажем. Да, во лбу звезда, а на носу, ну, очки. А на носу у ослика очки. Интересная картинка получается. Интересная такая, веселая. Да, веселая. Художник такой веселый, карикатурист, наверное. Абсурдист такой, ну, надо посмотреть. Вы посмотрите, да? Итак, еще один просмотр. Он еще в шляпе. И в шляпе. Ну, что это моя история? Осел со звездой, в очках и в шляпе. Такой хороший осел. Ну, я думаю, на такое стоит посмотреть. На такое, да? На такого осла стоит посмотреть. Итак, Ольга рассматривает вот такое. Такой полный восторг. От шляпы или от осла. Да, знаете. Семен еще не знает. Он еще не знает, он сейчас узнает. Вот сейчас он узнает. Ну, и что ж. Ну, колокольчик еще здесь есть. И колокольчик. Надо прервать этого осла с колокольчиком. Смотрю. Ну, зачем прервать-то? Вы можете понимать. Вы не верите, что на этой картине есть колокольчик. Итак, пожалуйста, я открываю картину. Оля, пожалуйста. Колокольчик есть. Семен. Все-таки нужно здесь сегодня. Ну, посмотрите на Ольгу. Разве таким глазам можно не верить? Ну, что ж, вы не поймете сам. Я поручаю вам упишительный приз. Упишительный приз – это продукция компании Коа-Кола «Фанта». Оля, рядом с вами я поставлю вот эти вот часы. Вы понимаете, что мы сейчас будем делать, да? Я вот достаю колоду карт. Это просто уже непременные условия в нашем блевклубе. Давайте так вот, чтобы вы все сделали сами. Я сама. Так, хорошо. Так, наверное, будет просто лучше. Все-таки будильник. Судьба будильника будет в ваших руках. Здесь девятка бубей. Самая обычная карта. Я вам верю. Вы мне верите, и зря. Здесь тоже обычная карта, но, к сожалению, пятерка. Мне страшно. Следующий приз, который мы выставляем на кон, это бутылка водки Маккормик. Здесь корабль пустыни «Верблюд». Вот просто правду вам говорю. И пустыня. И пустыня. Ну, естественно, верблюд должен идти все-таки, наверное, по пустыне. Итак, Евгений, вот, Марина утверждает, что на этой картине пустыня. Я посмотрю. Вы решили посмотреть? Если уже двое утверждают, что пустыня, значит, наверное, такие. Такие, да, ее там нет. Да, но если тут пустыня, то тут и деревья растут. Деревья растут. Вот, Марина, в пустыне растут деревья. Я очень люблю смотреть на пустыню с деревьями. То есть на пустыне с деревьями вы будете сейчас рассмотреть? Где вот шел верблюд, да? Да. Итак, пожалуйста, Марина, тоже решила посмотреть на эту картину. Верблюдо должен быть гор. Я тоже хочу посмотреть на этого верблюда. Вы тоже решили. Все как-то рассматривают верблюда. И что? Вы как-то быстро посмотрели. Может быть, еще давайте посмотрим? Или достаточно, да? Я увидела все, что хотела увидеть. Здесь очень голубое небо. Итак, пожалуйста, Андрей рассматривает голубое небо. Как-то вы приуныли, Андрей. Нет? Мне так показалось просто. Да. Да. Да, действительно. Что мы будем говорить Артему? Да я хочу сказать, что Артем вот тут смотрела. Марина у нас говорила один горб, а я-то здесь два горба вижу. Итак, у верблюда, вот с которого мы с самого начала начинали, у него оказалось всего два горба. Итак, Артем, для вас два горба. Тогда я поищу третий. Тогда вы поищите третий. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, посмотрим на эту картиночку. Вот ему все вокруг верблюда. По-моему, кроме верблюда на этой картине просто ничего нет. Итак, что? Самолет. И самолет, вот наконец-то появился еще и самолет. Ну вот пустыня, почему бы не полетать. Там просто везде можно, в любом месте можно приземлиться. Даже не на шасси, а так просто. Вы знаете, мне кажется, там самолета нет. Вот вам так кажется, что самолета нет. Вы это Артему скажите. Вы это мне говорите. А Артему скажите. Так вот, Артем, там нет самолета. Сказала Ольга. И не решается, главное, открыть картину. Вы же просто боитесь, она волнуется. Ну что ж, я открываю папку, тут действительно нет самолета. Ну, Ольга спросила. Вы знаете, это лучше, чем будильник. Это лучше, чем будильник. Водка Маккорбин. Вы знаете, такой бытовой жанр. Такой обыкновенный натюрморт. Сразу видно, что это художник нашей дни. Здесь просто изображена колбаса, Мария. Вы знаете, я продолжу вашу тему. Здесь есть животное. Здесь есть животное. Ну, конечно, у вас колбасу есть, кто-то есть должен. Правильно? Вот, Мария утверждает, что есть еще животное. Надо посмотреть, что за животное питается колбасой. Это как-то вот так. Да, животное и колбаса красивая. Она еще и цветы ест, оказывается. Так, на этой картине, вот, она это в смысле кто? Колбаса. Вот, она это колбаса, которая вроде бы как еще и животное, к тому же, ест цветы. В общем, короче, Марина, чтобы не путать вас, на этой картине есть цветы. Цветы? Я хочу посмотреть на цветы, которые едят колбасу, животные. Ну, или наоборот. Ну, просто на цветы. Ну, кто-то должен держать цветок, значит, здесь есть. А кто его держит? Человек. Человек. Я хочу посмотреть на этого человека, который держит цветок в руке. Вы очень быстро смотрите, мне это очень нравится. Вы просто экономите наше время. Я не очень. Да. И так, вот, очень быстро. Ольга опять посмотрела. И так, что, Оля? Здесь есть собака. И так, собака еще на этой картине. Да, можно на колбасу, конечно. Я посмотрю на колбасу. Не то я ожидал увидеть все. То есть у вас были более радужные надежды? Да. И что же вы все-таки сейчас здесь наблюдаете? Ну, тут действительно какая-то собака с ошейником. То есть собака с ошейником? Да, можно сказать, у вас с ошейником. Просто ошейник. Вы знаете, я вам не верю. И так, вы не верите, Марина, что на этой картине есть ошейник. Здесь действительно собака в ошейнике. И так, вот здесь картина Брюлова. Картина Брюлова. Оля, мы прощаемся с вами. А с вами, Андрей, сыграем просто-напросто в карты. Вот здесь же... Ну, верю я вам. И так, вы поверили, и будильник остается в блеф-клубе. Здесь дама от рев. Очень многие художники любили рисовать пингвинов. Из-за этого их прозвали художники-пингвинисты. И так, здесь пингвины. Вернее, один пингвин. Давайте так вот. Один пингвин. Один пингвин. Дело не в пингвинах. А в чем? Дело в том, что здесь есть солнце. Солнце. Ну, как же дело-то не в пингвинах. Пингвины, они без солнца и наружу не высовываются, Евгений. Солнышко светит, и пингвинчики-то и высыпали. Дело в том, что солнце есть в каждом произведении живописи. В той или иной мере. Надо посмотреть. Смешной пингвин попался. На солнышке, который лежит. Тут есть еще и водная поверхность. Так вот, Евгений, так заметил для Марины, что здесь, мол, есть еще и вода, в общем-то. Вода, пингвина, солнце. Это такая редкость, на которую невозможно не посмотреть. Не посмотреть. Ну что ж, Марина решила еще раз посмотреть на воду. Пингвин попался какой-то... Толстый. Дело не в том, что он толстый. Он какой-то... Не живой такой? Нет, он курящий. Курящий, то есть курит пингвин. Да, курит. Пингвин курит. Но он курит сигару. Марина меня заинтриговала, я должна посмотреть. Тоже посмотреть. Все смотрят на картину. Андрей, ну я уже напоминаю, что здесь уже сейчас выбора нет, придется что-нибудь говорить. Есть здесь деревья. А, Сергей, вы меня один раз обманули вот сегодня. Я обманул. Поэтому я Ольге поверю. Вы решили, Ольге, поверить, что здесь есть деревья. Я открываю эту картину. Здесь действительно есть деревья, да? Да, конечно. Это все-таки деревья. Ну что ж, Оля, очень жаль, но мы прощаемся с вами. Я бы поставлю, что вы были. Я бы передал. Но прежде чем мы попрощаемся, мы вручаем вам приз от компании Кока-Кола. А вам вот такая вот забавная штука от Машэкологии. Фильтр бытовой. Фирма Октекс. Это лучшая арктехника и компьютеры за рубли. Приглашаем в сотрудничество торговых агентов. Эти телефоны запомнятся вам на всю жизнь. Мы продаем автомобили немецкого производства. Санкт-Петербург, Краснопутиловская, 38, Мотор Сити. ГОТЕЛЬНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Блев-клуб. Наша реклама. Ваши козыри. Итак, полуфинальная игра «Очная ставка». Или правда, или неправда, теперь уже о себе ситуации, которые или с вами были, или которых не было. До трёх фишек у кого-либо. Ну, понятно. Ну, такая ситуация из детства моего. Когда-то мы жили на даче и купили цыплёнка. Из него выросла курица. Она жила-жила на даче. Я к ней очень привязался. Маленький тогда был. Ну, и когда осень пришла, как бы все курты своих зарезали. А у нас как-то, ну, вот никто не решил с её зарезать. Пришлось её домой с собой в город взять. Она у нас вот на балконе жила на девятом этаже до следующего лета. Такая вот история. Однажды курица, короче, зимовала на балконе девятого этажа, да? На балконе девятого этажа. О, Андрея. Я вам не верю. Итак, Марина не верит, Андрей, что у вас курица зимовала однажды. Ну, правильно делает. Правильно делает и получает у вас такой жетон. Верите ли вы, что я очень люблю носить чужие шубы? Итак, Марина любит носить чужие шубы. Вот так идёт женщина в шубы, Марина подбегает, с неё снимает, снимает и идёт дальше. Ну, я думаю, что любая женщина любит носить какие бы то ни было шубы. Свои, чужие, мамины там, я не знаю. Так что... А я вот, например, с детства не могу терпеть манную кашу. И в ней не любят манную кашу. Знаете, я её тоже ненавижу. Ну, если только с вареньем на завтрак один раз в месяц. Вот так. А так вообще я люблю разные игры. Ну, вот, типа, в Глев-клубе, там поле чудес. В Глев-клубе я написала письмо, вот вы видите меня здесь. А вот как-то я ещё до этого написала письмо на поле чудес. И что? Ну, написала я письмо туда. Вдруг мне как-то звонят. Ну, приглашают в Москву. Ну, я уже собралась поехать. Вдруг меня заразили гриппом. Я осталась дома и заболела. Никуда не поехала. Итак, Марина вот однажды в своей жизни не поехала на поле чудес, потому что вдруг, случайно или не случайно, неожиданно, вернее так, заболела гриппом, Андрей. Вот сорвалась съёмка у Марины в поле чудес. Пока она у нас ещё ничего не выиграла, но там бы могла что-нибудь получить. Ну, я вот сам гриппом недавно болел. Поэтому я Марине верю. Итак, Андрей верит. Вам, Марина, что такое было? Зря, зря. До поле чудес. Ну что ж, Марина в очередной раз кого-нибудь обманула. Итак, Андрей, пожалуйста, вы начинаете. Ой, опять Мария ситуация, да? Ну, что-нибудь такого из более взрослого, сознательного возраста. Вот два или три года назад, да, когда вот 120-летие отмечали со дня рождения такого великого человека, как Владимир Ильич Ленин, я с друзьями поехал на празднование в город Ульяновск, там, где он родился, и принял там участие в коммунистическом субботнике. Итак, Мария, пожалуйста, приговор. Я вам верю. Итак, Мария верит вам. Правильно. И получает второй жетон. Итак, Мария, пожалуйста, вы очень близки к тому, чтобы играть в финале, чтобы женщина играла в финале. Итак, пожалуйста, Мария, ваш вопрос. Верите ли вы, что мой любимый вид спорта бег в мешках? Мария любит в мешках соревноваться. Соревнования необычные. Трудно сказать. Я всегда был далек от спорта. Единственное, что... Мою тетю звали Олимпиадой. Тетя Ирия звали Олимпиадой. То это имя встречается на каждого второго человека. Я вам верю. Итак, Мария верит, что вашу тетю звали Олимпиадой. Кому жетон? Жетон... Марине. Итак, действительно, да, вашу тетю зовут Олимпиадой. Итак, по два жетона у Марины и у Марии. Итак, Марина, пожалуйста, начинайте наш очередной круг. Сергей, ну я хочу... Тут я больше ничего не придумала, и поэтому я хочу сказать, ну вот может мне никто не поверит, я не знаю, но это действительно так. Я уже четыре года знакома с нашим ведущим, с ведущим Блев-клуба. Марин, ну зачем же разглашать это? Ну хорошо, и так вот, Марина утверждает, что она четыре года уже. Я, конечно, не ожидал, что это будет обнародовано. Я тоже не ожидал. Итак, Андрей, пожалуйста, вот что-нибудь по этому поводу. Да, тут с Марией опасно играть. У нее уже два жетона, я их поверю или не поверю, она третий получит. Поэтому я о спорте поговорю, вот с Марией, с ней правда тоже опасно играть. Я курить начал во втором классе. Такой спорт необычный. Кто раньше закурит? Соревновались раньше. В мою бытность тоже. Вы именно начали, не то, что пробовали, а начали, стали курить регулярно. Да я много начинал, много бросал, никогда не получал. Начал именно во втором классе. Начал курить, да, во втором классе. Итак, Мария, пожалуйста. Знаете, мне нечего добавить, как сказать, что ну кто там курить во втором классе начинает. Я вот уже оригинальный человек, я ела мучнистых червей. Такой большой оригинал, Мария. Главное, что в своей жизни есть чем похвастаться, Евгения. Да. Нечего поесть было больше. Ну разве что с мукой, я верю. Итак, Евгений верит, что такое с вами было. Я ела мучнистых червей. Евгений верит, и значит получает жетон. Ну так и съемы этих червей-то наелись, я думаю. Ну что ж, Евгений, ваша очередь. Хоть один, хоть один. Вы верите, что я экзорсист? А что это такое? Нужно пояснять. Да, перейдите с французского, я так понимаю. Это изгоняющий дьявола. Фильм такой был. Вот Евгений этим и занимается. В своей жизни очень часто. Ну тут я и вижу. Нет, извините, но я вам не верю. Правильно. Итак, Марина не верит, Евгения. И выходит финал, заработав три жетона. Верите ли вы в то, что вот Анатолий Александрович Собчак, когда еще не был мэром, жил в одном со мной доме. И мы с ним, ну не знаю, четыре, не четыре, но достаточно приличное время знакомы. Ты даже не знаешь, что сказать. До того, как был мэром, жил с вами в одном доме. Да, он потом переехал. Когда мэр расстал, он переехал. Да, а я... Дом был коммунальный. Ну как коммунальный, там много народу жило. Ну, квартиры в доме коммунальные были. Нет, не в одной квартире, я говорю, в одном доме. В одном доме, в разных парадных даже. Нет, ну вот в этом доме квартиры были коммунальные. А вот такой момент. Нет, я даже владелец, а вот он не знаю. Итак, Марина, все, уже спрашивать больше нечего, поэтому, пожалуйста, или вердикт, или попробуйте поиграть с Евгением. Я вам не верю. Итак, Мария не верит и... Ну, значит, у нас в финале одни женщины. Итак, у нас в финале небывалая, играют одни женщины. Мария и Марина. Ну что ж, большое спасибо мужчинам. Фирма Юмай. Дистрибьютор фирмы Самсунг. Санкт-Петербург. Телефоны. 311-98-47, 312-39-96, факс 312-95-15. Азартная игра Бинго. Роскошные бары. Карточная игра Блэк Джек. Европейский сервис. Американская рулетка. Испанский ресторан. Киночная дискотека. Всё это в центре досуга Паланга. Реклама у нас. Это ваша верная взятка. Итак, финальная игра Три семёрки. Марина, первый свой вопрос. А я просто проверяю. Мария, верите ли вы, что мореплаватель Христофор Колумб, открыватель Гренландии Эрик, художник Ван Гог, композитор Вивальди, ну короче, все они были рыжие. Итак, все вот эти перечисленные товарищи были рыжие. Я вам верю. И правильно делайте. Ещё становится 1-0 в пользу Марии. Верите ли вы, что существует двухдолларовая купюра? Итак, что в Америке существует двухдолларовая купюра. Нет, я не верю. Вы не верите? Нет. А зря, потому что вот эту вот купюру, двухдолларовую купюру, Мария принесла сегодня в студии. И вот я сейчас с большим удовольствием показываю эту редкость. Мария, верите ли вы, что герой гражданской войны Котовский, император Рима Нейрон, премьер-министр Англии Черчилль были лысые. Вот все вот эти перечисленные товарищи были лысые. Я не верю. Вы не верите? И правильно делаете, действительно, потому что Нейрон, по-моему, лысым всё-таки не был. Счёт становится 3-0 в вашу пользу. Пожалуйста, Мария, ваш вопрос Марине. Верите ли вы, что гамбургер был наркомом земледелия? Гамбургер... Итак, гамбургер нарком земледелия. Гамбургер... Да, я верю. И правильно делаете, счёт становится 3-1. Такое было в Венгерской республике. Счёт 3-1 в пользу Марии. Верите ли вы, что существует трёххвостый бык? Ну, что у быка три хвоста. Да. Мария. Бык, у которого три хвоста. Может такое быть? Аномалии всякие бывают, я верю. Вы верите, а зря такого быка не существует. Сейчас становится 3-2 в пользу Марины. Верите ли вы, что Михаил Сергеевич Горбачёв в молодости был комбайнёром? Ура. Ну, а почему бы нет? Ну, Горбачёв с ним всякие случаи случались. То есть вы считаете, что он был комбайнёром? Нет. Нет, вы знаете, Марина, он был всего лишь помощником комбайнёра, поэтому счёт 4-2 в пользу Марии. Пожалуйста, ваш вопрос. Марина, вот я уже говорила про трёххвостого быка, но ещё вот, как вы думаете, может существовать трёхрогий бык? Итак, трёхрогий бык. Ну, с хвостами мы уже разобрались. Теперь с рогами давайте разберёмся, Мария. Хвостов троих не бывает. Троих не бывает хвостов. А вот с рогами чего? Три рога бывает. Бывает, действительно бывает. Вот в совхозе Мир Запорожской области есть такой бык с тремя рогами. Счёт становится 5-2 в пользу Марии. Верите ли вы, что настоящая фамилия Шалом Алейхама Рабинович? Вот верите вы, что у Шалома Алейхама такая вот необычная фамилия Рабинович? Ну, а почему бы нет? И правильно, делаете счёт 5-3. Ну, вот вы знаете, мы уже говорили про быка с тремя хвостами, с тремя рогами. Ну, а почему бы не быть у быка третьему глазу? Марина, вы специализируетесь на быках с аномалиями? Нет? Марина большой специалист, я так понимаю. У меня непоначивая страсть. Боже. Итак, пожалуйста. У меня нет таких страстей. Что мы... Наверное, нет быков с тремя глазами. Вы знаете, вот в Уральском совхозе Таёжный есть бык с тремя глазами. Вы знаете, Мария, как его зовут? Его зовут Мишка. Просто Мишка. Бык с тремя глазами. Счёт становится... 5-4 в пользу Марии. Пожалуйста, Мария, ваш вопрос Марине. Верите ли вы, что Лев Толстой родился в Ясной Поляне? Лев Толстой в Ясной Поляне. В Ясной Поляне? Да нет, Лев Толстой в Ясной Поляне. Он там жил и родился. Там, в Ясной Поляне. Счёт становится 6-4 в пользу Марии. Вы знаете, есть такие животные, они обычно серые, слоны. И вот, ну, слон вроде бы так, я не знаю, какие он звуки издаёт, но вот как вы думаете, может он говорить? Итак, Марина, я так понимаю, что утверждает, что есть говорящий слон. Нет говорящих слонов. Есть говорящий слон! Его зовут Батыр, и он живёт в городе Караганда, в зоопарке. Города Караганды, да, слон Батыр. Итак, счёт становится 6-5 в пользу Марии. Пожалуйста, ваш вопрос. Верите ли вы, что Гонобобель съедобен? Что съедобен? Что Гонобобель съедобен. Гонобобель съедобен. Ну, Гонобобель. Ну, вкусное название, я думаю, что есть его можно. Это действительно обыкновенная ягода. Гонобобель такая ягода. Ещё становится 6-6. Итак, ничья. Пожалуйста, у вас по последнему вопросу. Вот верите ли вы, что большинство народов мира говорят именно на английском языке? Итак, большинство народов мира говорит на английском языке. Марина. Я имею в виду народа в мире вообще. Да, народа в мире говорит на английском языке. Большинство народа в мире говорит на английском языке. Итак, пожалуйста, Марина, что вы скажете? Итак, внимание. Что? Нет. И правильно, действительно, самый популярный это китайский язык. На нем говорит в три раза больше народа. Все становится 7-6 в вашу пользу. Верите ли вы, что Санкт-Петербургский зоологический музей единственный в мире, где имеется чучело Камчадала? Камча кого? Чучело Камчадала. Так правильно нужно поставить. Чучело Камчадала. Итак, наш зоологический музей единственный музей, где есть чучело Камчадала. Единственный музей в мире. Итак, внимание, пожалуйста, Марина, ваш ответ. Нет, я не верю. Вы не верите и правильно делаете, потому что Камчадал это не животное, это человек, это житель Камчатки. Итак, счет 7-7. Итак, счет 7-7. И сейчас уже дополнительные вопросы я буду задавать вам из своей папочки. Итак, пожалуйста, Марина, вопрос вам. Верите ли вы, что в Монголии проводят перепись диких лошадей? В Монголии проводят перепись диких лошадей. Счет 8-7 в вашу пользу действительно проводят. Итак, верите ли вы, Марина, что Пушкин был холериком? Пушкин? Холерик? Да нет, это понятие несомнительное. Вы не верите, а зря. И тогда в сегодняшней встрече побеждает Марина Жукова. Ну что ж, впервые в истории Блев-клуба победительница, представительница прекрасного пола, вот эта вот очаровательная Мария Жукова. И, пожалуйста, главный приз в студию, главный приз в студию – это визит, вернее, два билета для визита в культурный центр Паланго, где вас ожидает ужин в испанском ресторане, лотерея бинго, рулетка, казино, снэк-бар – все это в культурном центре Паланго, а также вот этот вот переносной телевизор завода «Магнитон». Прекрасный приз. Марина, и вам тоже, за то, чтобы была у вас очень упорная борьба, мы вручаем очень хорошие призы. Это телефон с определителем номера от фирмы «Ягуана» и также два билета для того, чтобы вы посетили ресторан «Серинбар», что находится на Васильевском острове на первой линии, дом номер 16, где вас тоже ожидает масса всевозможных удовольствий. Спасибо вам большое и аплодисменты наших зрителей победительнице Марии Жуковой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ